Тяжело быть музыкальным гуру Не топ, нельзя сказать, что альбом один здесь лучше, чем другой Это просто подборка альбомов, которые я всем сердцем обожаю Интересовались? Получайте! Здрасте, вы на канале Сейна Открывает наш сегодняшний список альбом Ride the Lightning Металлики, это их второй альбом Я мог бы поставить и первый киломол, но там это было чересчур грязно И мне кажется, нынешние слушатели такие Вы вот молодняк, который привык к вылизанному попсовому звучанию Вам слишком сильно будет ездить по ушам первый альбом Металлики А вот Ride the Lightning, там они стали гораздо более мелодичными, интересными Это их второй альбом, и на тот момент они все еще продолжали находиться на вершине волны нового металла Но при этом были гораздо более креативными и оригинальными, чем в своей первой работе Журналисты еще не определились называть их трэш-метал или пауэр-метал А Металлика уже несколько раз перепрыгнула сама себя, а заодно и всех игроков тогда еще молодого жанра Альбом Ride the Lightning шесть раз становился платином В одних только Соединенных Штатах было продано более шести миллионов копий И помимо того, что мне нравится этот альбом, он сам по себе ну просто легендарный Это был разрыв мозга буквально каждой песни с альбома Я сейчас расскажу только про парочку Альбом открывает песню Fight Fire with Fire, которая на русской википедии переведена как Клином вышибай И это пример такой Металлики, которая сделала трэш-метал То есть вот звучание годов 80-х, Большая Четверка, Антрак Слейер, Металлика, Мегадет Собственно, огромное количество им подобным, таких как Эксодус И такая же огромная куча вдохновленных их звучанием Все, вот все оно сконцентрировано в песне Fight Fire with Fire И это как раз то, чем была Металлика в первом альбоме Не менее интересная песня Ride the Lightning, шикарный риф, просто легендарная гитарная партия И песня, повествование в песне ведется от лица приговоренного к смертной казни А Ride the Lightning это оседлай молнию Вот звучание трэша, такое тяжелое и агрессивное, оно требовало соответствующих тем И соответствующего отыгрывания в текстах И как тогда изворачивались, как вот тогда темы искали вот от лица приговоренного к смертной казни И это будет в других песнях, это не единичный случай Call of Cthulhu Восьмиминутная баллада, основанная на творчестве Лавкрафта Не менее интересна, по-моему И, собственно, в песне фигурирует Cthulhu, а не Cthulhu Во-первых, для легкости произношения, а во-вторых, ради отсутствия пиздюлей за авторские права Важно осознавать, насколько в принципе сложно написать интересную восьмиминутную песню А тут первые две минуты вообще басовое соло Именно такие работы закрепили за металлом статус искусства Ровно тому же способствовала песня Faith to Black Которая начинается с, внимание, неперегруженной Че? Да, неперегруженной гитары И заканчивается крайне мелодичным мясищем Все, на этом я закончу рассказывать про конкретные треки В общем, сам альбом шикарный И помимо того, что он звучит охеренно, это металлика Это к тому же вот прям памятник музыке того времени И очень важная веха в развитии музыки Второй альбом в моем списке это The Gateway, Red Hot Chili Peppers Вообще, Red Hot Chili Peppers это одна из самых продаваемых групп за всю историю музыки У них более чем 80 миллионов записей проданных по всему миру В рейтинге 100 самых богатых знаменитостей Forbes Перцы стоят на 32 месте И это смесь хип-хопа и фанка из Калифорнии То есть, в принципе, такое звучание, оно вот, у него нет продолжателей Только подражатели Понимаете, если металлику можно отнести к жанру Ну, по крайней мере, вот, Fate to Black и Ride the Lightning, которые я советовал Это точно трэш, трэш-метал такой прям вот настоящий И в таком жанре еще люди писали В жанре Red Hot Chili Peppers писали только Red Hot Chili Peppers и те, кто пытался их пародировать И если вам хватает смелости говорить, что вы разбираетесь в музыке или хотите разбираться в музыке То вам точно нужно ознакомиться с Red Hot Chili Peppers Однако вот в этом случае я бы с Gateway не начинал Чем он интересен? Он интересен тем, что те, кто стали вот одной из самых продаваемых групп на планете В свои, там, 25, условно, 27 Сейчас им подполтос И музыка выросла вместе с ними И это непередаваемо Такими видосами, да и, в принципе, своей деятельностью Я пытаюсь дать людям слова и формы для обсуждения искусства Чтобы разговоры о нем в нашей стране прямо вот шагнули на новый уровень Но здесь я даже не буду пытаться описать Это именно рост Чувствуется, что музыка выросла Она, как и любой человек, который становится старше Она стала спокойней, вдумчивей Не могу сказать, что мелодичней Не могу сказать, что скучнее, техничней или интересней Нет, она именно выросла Это качественно другое музло И, собственно, всем, кто знаком с другим творчеством перцев Советую приценить вообще эволюцию Потому что мы отчасти привыкли Что исполнители, которые были там популярны в 80-е и 90-е Они сейчас уже просто доедают свою старую славу И не в состоянии написать новых хитов Но здесь это просто невероятно Я могу выделить с альбома три песни О них я скажу буквально через секунду Но это чисто они мне понравились Просто мне они больше понравились Не знаю, что они лучше или хуже Весь альбом без исключения охуительный Просто маковка Вот так Лично мне больше всего зашли The Longest Wave, Seek Love и Goodbye Angels Там такой проигрыш в конце Это пиздец, чуваки Это вот реально оргазм в музыке Вот если оргазм стал бы звуками Он бы звучал вот как финальный проигрыш в Goodbye Angels Это пиздец Третий альбом это Megadeth Come Down to Extinction Как вы, ну, может, могли заметить Мне чуть-чуть, чуть-чуть, вот совсем капельку Совсем вот чуточку, да Нравится Megadeth Есть такой грешок Я допускаю, что широкому зрителю, который там не слишком обожает металл Megadeth могут быть неинтересны, но это все-таки мой канал И как бы топ моих любимых альбомов Так что терпите Это охуенно Это просто супер классно Megadeth шикарная группа И то, что я говорил по поводу неустаревания Оно вот именно относится к ним По сути, группа состоит вот из Дэйва Мастейна Гитариста и солиста И остальной состав очень много раз менялся Только там басист почти не менялся за всю историю Мастейн сам по себе был довольно невыносимым человеком И, в общем, большая часть смен состава происходила исключительно из-за его характера Однако в Megadeth всегда играли сверхпрофессиональные музыканты И Мастейн всегда писал сверхсложные партии Если благодаря металлике металл приобретал статус искусства То благодаря Мастейну он его подтверждал В принципе, между этими группами есть вечное противостояние Это жутко интересная история, но сейчас не об этом Сейчас о том, насколько охуенный альбом Come Down to Extinction Про отдельные песни я рассказывать не буду, однако выделю три любимых Своими любимыми я могу назвать заглавную песню альбома Come Down to Extinction High Speed Dirt и Psychotron Но нужно понимать, что этот альбом я переслушивал чудовищное количество раз И, возможно, я сейчас называю любимыми эти три песни Потому что все остальные просто знаю наизусть Мне неинтересно их слушать, я все помню, бля Однако все песни там крутые Это образцово-показательный трэш-метал тех лет И можете провести качественное сравнение с металликой Это очень разная музыка именно по содержанию, но при этом в общем форме очень похожая Также обратите внимание на тексты Вот эта история с интересным подбором образов под ту музыку И, в принципе, креативным подходом, которого так не хватает сейчас очень многим артистам Там она прям вот раскрывает Что не песня, то шедевр мысли На одной из обложек альбомов Megadet есть изображение мужика на своей кровати Который летит с небоскреба То есть это... Вот опять же задумайтесь над этим Что это прям ваш ночной кошмар Вот вы спите и хуяк вы, блядь, летите с 20-45 этажа на своей же кровати И все, это прям вот именно моментальная ассоциация И такое легкое чувство ужаса разносится по коже В общем, умели тогда, умели Я, блядь, старик Всем фанатам тяжелой музыки категорически рекомендуется А тем, кто не фанат тяжелой музыки Возможно, вы просто не знаете о том, что вы фанат тяжелой музыки Попробуйте Megadet Дальше System of a Down, Toxicity И очень мало групп, про которых вот можно сказать, что их стиль неповторим и уникален Но System of a Down именно такая Я понимаю, что это уже вторая такая группа в этом топе Но оно просто так есть Это армянский метал-коллектив Который нельзя отнести ни к другой метал-группе Они прям не похожи Они взяли очень много своего народного Взяли очень много атрибутов Которые я не могу опознать, откуда они взяли И скрестили все это с тяжелым дисторшным звучанием Это просто охуенно Это вот тоже то, с чем необходимо ознакомиться Чтобы знать, что вау, такой звук что был Вау, можно было писать вот настолько оригинально В общем, идите нахуй, автотюнчики Идите нахуй, у нас есть System of a Down, прорвемся К большому сожалению, System of a Down уже очень давно не выпускали ничего нового Таксисти альбом довольно-таки старый Однако это делает их музыку только ценнее Потому что даже они же сейчас не могут выдать вот то же самое На альбоме Таксисти есть такие песни, как Ариалс, Чопс Ю, сама песня Таксисти Все это, также АТВА или АТВА в народе Все эти песни это супер хиты System of a Down И вот те, кто активно сидел в ВКонтакте В периоды с 2010 по 2014 Возможно помнят, что тогда ВКонтакт был порабощен рок-подборками Все слушали ракешник и стояло просто беспощадное Вливало в уши этих песен System of a Down Потому что, ну, действительно, ну, неповторимые шедевры Я же могу выделить как свои любимые песни Prison Song, D-Dance и Bounce, пожалуй, так Еще Jet Pilot назову, Jet Pilot крутая тоже, да В общем, в этот список не могли быть включены плохие альбомы Потому что, ну, они мне все-таки нравятся Так что с этого альбома я также советую каждую песню в отдельности И весь альбом целиком Такой, знаете, танцующий декаданс Цирк в аду Подобная атмосфера в музыке System of a Down Опять же, неповторимая атмосфера Она вот обязана просто быть вами почувствована Потому что это вот То, что нужно каждому Нужно показать и передать это нашим детям Слушайте System of a Down, ребята Да И последний, это самый странный, пожалуй, пункт во всей подборке Это акустический концерт Anacondas 4 марта 2018 года Чего, блядь, хочется спросить Да, это не альбом и не релиз Это просто акустический концерт Но он шикарен То есть, мне кажется Ну, это мое субъективное мнение Зачастую Anacondas Очень сильно как-то Зарываются в своей музыке В итоге становясь чем-то средним и неинтересным Ну, то есть, это мое имхо Но, по-моему, Anacondas Именно звучат неинтересно Зачастую очень заигрываются Зачастую выдают откровенно сырой материал Но именно вот этот акустический концерт Это их хиты Песни, которые уже прошли проверку временем И по нескольку раз И они их сыграли акустикой То есть, вот Я мечтаю найти видео с этого концерта И увидеть вот весь состав, который там играл И как они это играли Но, вот, по идее, там 6 человек Собственно, живая ударка Две живые гитары Видимо, живой бас И два живых вокалиста То есть, все бэки Anacondas Вторые голоса пропеваются вживую И, собственно, сет-лист для заинтересовавшихся Фотошоп, Рокстар, Ангел, Смотри на меня, Ненавижу, Поколение И чего ради 7 треков Из них мои любимые Однозначно Фотошоп Смотри на меня И Наверное, Поколение Тоже очень круто сыграли И, по-моему, вот все эти песни Anacondas Если одна из них вам нравилась Переслушайте их в этом лайве Они реально стали лучше Вот для меня это парадокс Я не слушаю Anacondas Их обычные песни Вот разве что Марио неплохая Но вот этот вот альбом Я заслушал просто до дыр По-моему, вот так Anacondas звучат гораздо круче Но напоминаю, это мое личное мнение Хотя, все равно, засолите его в комментариях Давайте не будем пытаться остановить этот процесс Начинайте меня засирать Хотя, скорее всего, вы уже даже закончили В общем, вот такой списочек Не забывай подписываться на мой инстаграм Потому что ты видишь, как я красиво все делаю Я вообще человек со вкусом, блядь Также подписываюсь на паблик ВК Там стало в последнее время гораздо больше контента Там я выкладываю, кстати, вот песенки В том числе те, которые сегодня описывал вам так страстно И вообще, ты знаешь, это кнопка подписки И это был не кат Это у меня, блядь, камера видео остановила, прикиньте Ну не переснимать же мне это Кликай просто на видос старый, давай, блядь На этом и разойдемся, пацан Ты все? Да